Привет, ребята! Это очередной дайджест по аквариумистике. В общем, отказался я от карантинника 9-литрового. Не знаю, правильно или неправильно, я думаю, что все же правильно, потому что ничем хорошим лечение обычно не заканчивается. И получается так, что иногда рыба выживает, иногда она не выживает. И в целях экономии времени решил я свернуть карантинник и буду, скорее всего, лечить рыбок в основных аквариумах, если вдруг что-то с ними случится. Как вы видите, гупешки все еще на месте. Их уже почему-то не продают. Покупатели за ними, вернее, не приходят. Не то, что я не продаю, а просто пока на этот момент нет покупателей. Увидел я свежий труб, ну как свежий, ночной. Вон, опять черная малинезия, у которой опять отгнил хвост. Это второй уже случай подобный в этой банке с черными молли. Ну вот, одна самочка у нас осталась. Одна или две самочки осталось. Всего черных малинезий осталось, по-моему, пять. Опять те же пятна. Я уже бороться с этим делом устал. Акрифлавин, соль, ничего не помогают. Поэтому я карантинник, собственно, и свернул. Надо будет сейчас выловить трупик. Он там, который... Вот он. На нем улитки скопились уже, видимо, ночью погиб. И что еще здесь произошло в основной банке? А здесь произошло следующее. Одна из зеленых меченосих отражала, отплодилась. Вот видите, тоже пятна. Видите, пятна тоже. И вот эта рожала, это была, между прочим, кстати говоря, покупная отражала саморазводная. Саморазводная, да, вот. Приплод первый от нее бегает тут. Шастает. Белая малинезия отражала, малька не нашел. Роголистник перебрал растение, подрезал. И почему-то одна из зеленых саморазводных меченосих, вон она, по-моему, там бегает. Пузо плоское стало. О, да, это она. Почему-то она решила расплодиться, именно отнереститься вот здесь. Сейчас уберу провод. Я смотрю, трупики. Трупики, штук, наверное, 20. И все они, она отметывала их под фильтром. И они поднимались вверх и застревали вот здесь. Тут нету пространства большого. И они забирались зачем-то сюда, и тут дохли. Вот такой вот неудачный нерест у меня был буквально вчера. Вчера и сегодня. Некоторые мальки, я их вообще не ловлю. Вот они сами, которые не попали в сачок, они сами выросли здесь самостоятельно. Я их никуда не отсаживал. Поэтому со временем, со временем надо будет, конечно же... Ба, какие пятна. Только посмотри, а. Поэтому со временем я откажусь вообще от молечника. И будет все это самовоспроизводиться исключительно только здесь. Ну как здесь. Две банки я ликвидирую. Поставлю что-нибудь литров на 300. Если к лету успею, то обязательно я буду перезапускать снова аквариум. И заодно еще поработаю со светом. Потому что крышки нужно будет переделать. Эти старые аквариумы нужно будет продать. И, к сожалению, видео будут выходить реже. Потому что снимать будет, я думаю, не о чем. Красные мечи у нас, в принципе, с ними все в порядке. Я сегодня еще ловлю малька. Потому что в молечник надо освобождать. В молечнике также еще подросли красные мечики. Только они нормально здесь растут. Насчет черных малинезий. Ну, кое-что есть. Но немного совсем. Главное сбагрить гупешек. Основная задача. И следить периодически за их состоянием. Фильтры, я мол, не так давно. Везде у меня фан 3 стоят. В 100 литровой банке. И в 93 литровой банке. Может быть, вы скажете, что это многовато. Но я беру это дело с запасом. Почему? Потому что со временем, когда будет аккумулятор. Аккумулятор. Прошу прощения. Аквариум новый. До 500 литров. Оба мне будет за глаза. На случай, если один откажет. Какой-то из них. Или новый вот этот. Или вот этот вот бушный. Подпиленный. Едем на кухню. Смотрим, что там. Также не так давно перебирал ураголисник везде. Почему-то именно здесь он хорошо прет. Ну, некоторую молоть я выловил здесь. Белых малинезий вообще нет. Гупешки здесь есть. Красные меченосики здесь тоже есть. Я вообще хочу скопом, что по размеру не совпадает. Но имеется в виду, совсем уж мелких я не буду в общую банку высаживать. Я хочу просто всех скопом выловить. И отправить в 93-литровую банку. Где у меня как раз уйдут все гупешки. Тут они есть. И тут они, между прочим, беременные. Беременные. Все у меня не тянкой поросло. Нужно пересматривать будет освещение. Не знаю, эта лампа деммируемая или нет. Я всегда беру лампы с запасом. Банка вот эта запущена, насколько я помню, 1 сентября прошлого года. И, кстати говоря, я вижу тоже трупы. Тоже трупы здесь. Кто-то там что ли ржился? А, нет, это я вчера. Он там в углу. Растения здесь не очень почему-то растут. Ну, лимонник себя чувствует более-менее. А вон там трупик. Опять черная малинезия. Что же с вами? Так все плохо-то. На всякий случай еще сегодня подсолю в трех банках воду. Я обычно так делаю, когда начинается падеж. Либо они себя чувствуют не очень. Но за кадром я оставлю, конечно. Ловлю. Ух ты, ананасовая вон бегает. Живая. А вот белой малинезии что-то я не наблюдаю. Что-то, наверное, ее съели. Наверное, съели. Ну, красных штук, наверное, здесь 20 будет. Примерно сейчас прикину. Ну, 15 точно. Гупешек 30-35. Совсем мелких я уже ловить, конечно, не буду. Странно. Вон там наблюдаю я два тела. Блин. Пожалуйста, фокус. Два тела. Живы ли они? И там была черная меченосиха, которую тоже хотел отсадить. Полностью черная. Ну-ка я шугану попробую. Живы они? Не живы. Почему-то дохнут. Да, малинезии болеют. Опять черные. В общем, то ли корма им не хватает, то ли что-то еще, то ли все из-за этой чертовой воды. Да, я не из-под фильтра наливаю, а отстаиваю ее предварительно. И потом уже сутки она отстаивается, хотя в ней нет вообще никакого хлора. Она отстаивается, я потом уже ее заливаю. И что-то я вижу еще почему-то откусанные плавники у... Откусанные плавники у... Либо это инфекция, либо это откусанные плавники у черных малинезий. У красных меченосцев не сильно, но повреждения тоже вижу. Может быть, это злые гупешки, которые тут устроили матриархат. Не знаю. Но сегодняшняя задача, опять же, за кадром это будет... Буду отлавливать всех гупей, всех красных мечиков, которые более-менее в размере. Буду отлавливать в общий аквариум их. Поменял я помпу здесь вчера буквально. Точно такую же поставил, у меня их две с запасиком. Банка на 80 литров здесь. И смотрю, опять не пузырит в общем. А дело все проще оказалось. Дело не в помпе, ребята. Дело было, в общем, в губке. Вот немножко я отодвину, поток воды мощнее пойдет через насос. И аэрация появляется. Почему? А все просто. Губку надо менять. Эта губка, видимо, была очень старая. Она заросшая. Не знаю. Может быть, после просушивания и нескольких промывок она и заработает. Но я думаю, что навряд ли. В общем, аэрация здесь периодически падает. Приходится губку поправлять. Немножко спускать ее вниз. Но вот, тем не менее, губку надо здесь менять. А как губка у нас теряет свои свойства, это элементарно понять. Вы берете, снимаете губку, сжимаете ее в руке. Если она форму свою прежнюю не приняла, значит, скорее всего, ее нужно выбрасывать. Или, я не знаю, на какие-то другие нужды пускать. А здесь губка под замену, к сожалению. Спасибо, ребята, за внимание. Особенно за внимание. Черных, черных меченосик, меченосов и меченосик буду я ловить. И гупей тоже. Покеда. До следующего видео.